Намного сложнее разбираться с переходом. Дело в том, что переход, который я пометил двумя стрелочками, он происходит, что это быстро. А вот этот вот волнистый переход использует аж целую треугольную таблицу чисел. Но мы тоже это сможем сделать. И более того, это не очень сложно. Значит, господа, давайте я сейчас буду делать... Это будет просто чуть дольше, но идейно то же самое. Я сейчас буду делать то же самое, что делал только что. Там я обозначил вот эти числа буквами и написал в буквах вот это, и увидел, что все получилось. А сейчас я вот эти числа обозначу буквой и в буквах напишу вот эту вот треугольную таблицу. И у меня тоже все получится. Поехали. А, В, С, Д, Е. Так же, как вы. А, В, С, Д, Е. Здесь главное, чтобы все влезло на дочку. Значит, пять единиц. Это значит, я должен написать букву А. Слушайте, я все-таки здесь немножко задум, потому что на самом деле все не важно, чтобы вот здесь уже. Так, я должен написать пять раз, я три раза уже написал, четыре, пять, и теперь в А. Так, для понятности разрешите мне здесь обозначить букву злочек, хотя это вот не так важно. Просто, чтобы было видно, что это действительно то же самое, что мы делаем здесь. А нет. Нет, 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 я просчитался. Смотрите, господа, если здесь пять чисел, то в кружочке это, конечно, здесь. Но интересующая меня строчка, она вот здесь. Поэтому на самом деле нужно идти не сюда, а нужно идти вот только до этого числа. Потому что сейчас меня будет интересовать вот это последовательность числа. Очень хорошо. Пишу. А, В. А, В. 2А плюс Б. Так, только... Я сейчас могу сделать два слова. Сказать два слова, собственно говоря, зачем все это делать. Значит, господа, на самом деле, ответ, прямого ответа на этот вопрос нет. Понимаете, у очень многих из вас сейчас возникает ощущение, что я занимаюсь какой-то такой абсолютно бессмысленной детской игрой с единичками и счастлив от того, что вот у меня там получилось какое-то число, да? Так вот, ответ простой. В математике почти никогда не знаешь, что окажется в высшей степени важным, а что, что называется просто так и просто игра. Понимаете, вот много сотен лет теория эллипсов, парабол казалась абсолютной ерундой, которая никому не нужна. Геометры изучают там, какие точки равно удалены, откуда. Пришел Ньютон и выяснилось, что небесные тела летают по этим самым эллипсам, параболам. Максвелл занимался совсем странной деятельностью. Решал какое-то там дифференциальное уравнение, изучал, как распространяются электрические волны. Выяснилось, что при помощи его работ можно создать электроэнергетику и, бог знает еще что, радиосвязь и так далее, и так далее. Очень трудно понять, какая из областей математики является на самом деле самым важным, какая будет иметь практическое предложение, а какая нет. Я тут в последнее время оказался в странном положении. Есть замечательный математик Терельман. Может быть, слышали, да? Он решил великую проблему. Он решил великую проблему, отцепологическую проблему, там, некоторую. Замечательно. Журналистов это страшно интересует. Особенно интересует не сама проблема, а то, почему он там отказался от премии, не отказался от премии и так далее. А дело в том, что много лет назад я, то ли две, то ли три, то ли четыре недели прожил вместе с Терельманом в одной неделе. Дело, господа, было, сколько там, 28 лет назад. И они теперь страшно интересуются, а какой он был тогда? А как он тогда нес сумку со своими вещами? Я пытаюсь объяснить, что давно это было, а главное, что мало кого это на самом деле интересует. Потому что, понимаете, решил он задачу, не решил, явно не зависит от того, с каким выражением лица он тогда там нес сумку с чем-нибудь. Но, тем не менее, журналистов это интересует. Почему? Потому что была назначена огромная премия, да, за решение этой самой задачи и так далее, и так далее. А на самом деле это страшная обидно. Это страшная обидно. Вот. И я тут даже хулиганский поступок совершил. Очередную такую журналистку я взял и уговорил просто прийти на занятия, которые я провожу, и сказал, что это же важнее. Понимаете? В моей жизни то, что я когда-то случайно оказался рядом с вот этим самым вашим замечательным бельманом, это ничтожный эпизод. Вы посмотрите на тот же Малый Мехмат, вы посмотрите на тот же университет, вы посмотрите на реальную жизнь. К ее чести, это правда была не российская журналистка, а немецкая, она сказала, да, действительно это интереснее, давайте я лучше сделаю об этом передачу. Сделала. Страшно обидно, что это будет передача немецкая, а вовсе не российская. Вот в тот момент, когда российские журналисты придут сюда и идут интересоваться тем, что здесь происходит с вами, а не тем отказался, там, Берельман, или не отказался от премии, вот это будет такой важный-важный момент, не знаю, сколько тысячелетий до этого ждать. Так вот, господа, повторяю, математика должна заниматься самыми разными задачами и пытаться найти взаимосвязи между ними. Вот сегодня вы увидите, что есть связь между алгебраическими задачами о разложении многочленов, о вот этих вот суммированиях, и комбинаторными задачами, задачами о числах стихом. Эта связь совершенно неожиданная. Я не знаю, какие технические устройства будут на основании ее построены, может быть, и никакие не будут, но это настоящая математика. Когда выясняется, что одна ситуация аналогично, это как-то связано с другой, это действительно самая настоящая математика. Поехали. Здесь будет у нас А плюс В плюс С, 3А плюс 2В плюс С, так, нормально. Здесь у нас с вами А плюс В плюс С плюс Д, 4А плюс Б. Где 4А плюс Б? 4А нормально. Нет, он второй стройный. Здесь? Правее должно быть. Здесь? Да. То есть, удачусь, я. Сюда удачусь. 4А плюс 2. Мне для вас ничего не надо. Я могу это записать совершенно спокойно. И 6А плюс 3В плюс 2, да, спасибо, что вы сказали. Я рад, успокоился. 4А плюс 3В плюс 2С и плюс Д. Теперь надо разобраться с числом Е. А плюс В плюс С плюс Д плюс Е. Так что, по-моему, это все. Были 5 чисел, получили тоже 5 чисел. Теперь вопрос. Как связан многочлен АХ в четвертый плюс ВХу плюс ЦХ квадрат плюс ДХ плюс Е с вот этим многочленом? АХ в четвертый плюс 4А плюс ВХ в кубе плюс 6А плюс 3В плюс ЦХ квадрате плюс 4А плюс 3В плюс 2С плюс ДХ плюс А плюс В плюс С плюс Д плюс Е. Ответ. Надо этот многочлен вместо Х подставить Х плюс 1. А умножить на Х плюс 1 в четвертый. В умножить на Х плюс 1 в кубе. С умножается на Х плюс 1 в квадрате. Д умножается на Х плюс 1 и прибавляется Е. Господа, вот этот многочлен равен этому. Это очевидно. Это очевидно, потому что если вы не будете здесь обращать внимание на числа ВЦВЕ, то вы увидите треугольник Паскаля. Посмотрите, пожалуйста. а-а-а-а-а, 2-а, 3-а-4-а, всё как в треугольнике Пасхаля, 3-а-4-а-6-а, а главное принцип образования такой же, как в треугольнике Пасхаля, абсолютно такой же. Если вы складываете вот эти три ряда, то вы получаете 6А. В треугольнике Паскаля мы делаем абсолютно то же самое. Просто он расположен в немножко непривычном области. Обычно треугольник Паскаля пишут как. Вверху единица, здесь 1,1, здесь 1,2,1, 1,3,3,1 и так далее. Здесь вместо единицы написана буква А, а соответственно здесь вот 2А, 3А. В следующей страте будет 4А, 6А, 4А. То есть, если знать формулу венома Лентон, то, ну, господа, я сейчас не буду говорить на это время, объясняйте, потому что это явно тема другой лекции. Значит, Х плюс 1 в четвертой степени, это Х в четвертой, плюс 4Х в куб, плюс 6Х в квадрат, плюс 4Х плюс 1, да? Это вы по идее должны знать. И для куба то же самое. То есть, переход от вот этих вот чисел к этим числам от одной пятерки к другой в точности соответствует замене в многочлене буквы Х на поражение Х плюс 1. Таким образом, вот эти вот Y конвейер с единицами соответствуют 2 операциям с многочленом. Вот этой вот короткой и понятной операцией домножения многочлена на Х плюс 1 и другой операцией, которая у меня была волнистой стрелочкой. Переход, замена Х на Х плюс 1. Так, на этом рассуждение про единицы. Продолжение следует...